2 апреля 2022 года. Первый день, когда наши зашли в бучу. Мы зашли в передовой группе. Вот здесь был командный пункт какой-то российской армии. Они, видите, поставили стульчик и заходили через окно. 90% что дверь заминирована. Ждут команду саперов. Заминировали детские площадки. Вообще очень нужно осторожно наступать. Вот здесь через арку можно увидеть, они поставили жигуль. Тоже наступать крайне аккуратно. Много мин, очень много мин. Вот с жигулями заблокирована арка. И сказали полицейские, что дверь тоже скорее всего заминирована. Поэтому нужно очень осторожно здесь перемещаться. Что сказать? Бедные люди. Мы ехали, видели невероятное количество, огромное количество мирных жителей, мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Вот видно, что люди ехали на велосипеде. И происходила детонация. И они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел. Я не буду показывать вам эти кадры. Это просто слезы, это боль. Вот здесь видно, разворачивалась бронетехника. Но Буча освобождена. Русских нет. Они вышли вчера, кажется. Вот сегодня первый заход. Заходит полиция, заходит спецназ. Идет зачистка, проверка. Дальше заходят саперы. Это вы видите первые кадры из Бучи. Что? Русский сухпай? Только не трогаю. Где русский сухпай? Вот. Армия России. Наступать нужно осторожно. Лучше не наступать на сомнительные. Вот. Армия России. Яйца. Нашим людям нечего есть. Вы не поверите. Люди плачут при виде хлеба. Месяц не видели хлеба. Сегодня уже будет заходить гуманитарка потихоньку. Что скажешь? Страшно. А что сказать? Ну, конечно, страшно. Видел, сколько трупов валяется. Мирных жителей. Котувалы. Пивали. Наручники видели, да. Вот еще армия России, да? Так, увидел, кто трупов с разными руками валяется. Доброго дня. Доброго дня. Доброе. Мы просто закрываем парадрой. Можешь про то, что со связанными руками рассказать? Трупы лежат со связанными руками. Видимо, находили людей, которые не поддерживали их. Или что-то не нравилось. Слезали руки, выносили на блокпост. Там расстреливали. Ну, я своими глазами видел сейчас на дороге. Где-то в километре отсюда. Лежат тела молодых ребят. И у них связаны руки. И прострелили на головах. Надет капюшон. Либо надета шапка. И это совпадает с тем, что мне рассказывали, что уничтожали мужское население. 18-60 приблизительно. То есть всех молодых здоровых просто расстреливали. А всех там уже чинить и опер. Всех пытались расстрелять. Кто не стал лежать. Вот военторг. Вот это уже пустая пачка проверенная. Какая же подлость. Армия России натворила столько беды. Очень много трупов в городе. Это просто тяжело осознать. Если видишь, как вот тоже батарея валяется аккуратно. Какая батарея? Вот видишь, это телефонная лежит батарея. Ага. Это аккуратно старается. То есть может мина быть? Может, может, мина быть. Даже маленькая. Даже спичный коробок может не было. Стараться ни на что не наступать, да? Это очередной, так называемый, командный пункт, да? Ну, это перевалочная, что-то они тут базировались. Они застрелялись в эти дома и в этих домах жили. А здесь у них были спосторожные пункты. Окна открыты раз, два окна. Спосторожные пункты были. Ну, они жили просто в квартирах. Даже у моей коллеги они заняли дом. Это точно известно. Ну, рвают дверь, заходят. Сегодня 2 апреля 2022 года. И вот первая колонна с украинским флагом идет по городу Буча. Особенный знаковый день. Спецназ, полиция. Сегодня все силовые структуры Украины зачищают город, проверяют. Но Буча под украинским контролем. Слава Украине!